так привет поступил запрос что беспокоит норвежцев что у них на душе что их волнует волнует их чтобы окружающая среда у них не была испорчена чтобы природа оставалась нетронутой чтобы мусор был сортирован чтобы весь день у них был занят спортивными какими-то видами деятельности чтобы в пятницу они успели добраться до своей хит и до дачи и провести там длинный выходной если кто остался в городе кара хорошенечко напиться потому что пятницу они очень бурно празднуют окончание недели также их волнуют как бы по уютнее провести время с семьей они очень семейные и мужчины вовлечены в общение детьми даже больше иногда чем женщины и мужчины могут уйти в декрет как и женщины вот если вы идете по норвегии вы часто увидите что если человек идет он идет очень быстро он идет именно спортивной походкой либо с этими палочками занимаясь норвежской ходьбой либо он бежит либо на велосипеде или на скейте или на специальных таких лыжах которые на колесиках это когда ты тренируешь свои лыжные навыки но в летнее время и в теплое время когда нет снега но спортивные залы у них доступны они недорогие есть примерно наверное от 200 крон может быть даже дешевле до самой дорогой эликсия это 700 крон в месяц то есть у них очень доступны вот эти спортзалы я наверное сейчас выложу вот мой спортзал который я хожу вот так примерно выглядят все спортзалы мне нравится что в раздевалке есть сауна это пожалуй стандартная такая ситуация когда в раздевалке есть сауна даже в университете есть ли студентов такая услуга помощь тем людям которые в этом нуждаются один из моих коллег никогда не говорил хотя если несколько лет работала что он помогает ежемесячно мальчику высылает деньги которые здесь беженец и который живет без родителей ежемесячно он получает норвежец мой коллега отчет куда потрачены деньги также они отдают бесплатные вещи которые мне нужны очень хорошие иногда винтажные иногда просто новые продаются потом в этом магазине называется он фри текс продается за гроши ресайклин реиспользование их волнует в общем то вот эта сдача в магазин фри текс это и есть реиспользование так как вещи которые они уже не пользуют не используют они знают что и кто-то использует вновь каждый из норвежцев вовлечен в какое-то хобби допустим один мой начальник с коллегой инженером они занимались вместе таким хобби они покупали яхты старые ремонтировали их и продавали это было не для бизнеса это было именно для времяпровождения свободное время я как-то спросила своего босса почему к норвежцам трудно попасть домой почему они редко приглашают он говорит просто все очень заняты своими вечерними активностями но вечерними событиями которые они которые они вовлечены то есть если вы везете куда-то ребенка на его хобби либо вы сами туда едете на свое хобби вы постоянно отсутствуете по вечерам дома поэтому потому что каждый день что-то что-то происходит и вот наступила пятница и они едут на дачу вот когда приглашать гостей они все в семьях они все заняты своими хобби и семьями да конечно они встречаются друзьями но семья это превыше всего вот что еще отличает норвежцев пожалуй на работе я это почувствовала от других людей тем что они ставят официально открыто семью как первый приоритет то есть норвежцы могут приводить детей на работу и никто не задержится лишнюю минуту на работе потому что нужно идти к семье если ты задерживаешься на работе то тебе оплачивают эту каждую лишнюю минуту если ты задерживаешься сверх обычного времени то оплачивают уже 150 процентов или 200 процентов времени то есть никто просто так от семьи не отрывается за все платится как все стоит денег если ты не семьей на работе значит ты получишь больше денег все как-то вот разумно пожалуйста задавайте вопросы пока счастливого дня сидеть дома включить камин зажечь камин что еще чего волнует их волнует что еще Продолжение следует... Продолжение следует...